Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о не очень приятной ситуации, которая очень сильно пошатнула обладателей подписки Game Pass, которые очень любят экономить. Тут я вас сразу призываю, без паники, просто тихонечко сейчас нажимаем лайкусик, подписаться на канал и слушаем о том, что сейчас об этом всем известно. Начну пожалуй с того, что с 16 числа многие пользователи начали жаловаться о том, что их игры по подписке перестали включаться, с пометкой о том, а приобретена ли она у вас. После проверки, мол что вообще с подпиской происходит, многие заметили, что во-первых им стало приходить вот такое вот письмо, в котором написано, что извините, но мы отменяем вашу подписку, поскольку она была получена нелегально, и в то же время, да, действительно активированная подписка имела доступ отменено. Самый прикол в том, что никто из пользователей не отменял подписку лично, и соответственно исходя из письма, можно сделать вывод, что конечно же это сделал Microsoft. Много кто написал, что это такой вот массовый сбой, и в целом сначала могло показаться именно так, но дело в том, что в этих ситуациях была найдена закономерность, и поэтому тут можно сделать вывод, что это не особо-то и сбой. Может быть конечно и сбой, но очень-очень точечный. Что касаемо регионов, то изначально казалось, что проблемы существуют только в СНГ, как ни странно. Но потом, насколько стало известно, случаи были и в других областях, что подтверждает, что проблема все-таки массовая. После письма, я думаю, очень много кто взялся за голову, мол все ребята, капсда, Аргентину прикрыли, всех спалили и у всех поголовно все отберут. Но на самом деле не совсем все так. Прикол в том, что мне тоже писало пару человек, которые попали в эту ситуацию, и я понял, что она касается не совсем всех. Да, эта проблема реальна. Да, у многих пользователей реально отменили подписку. Но вроде как из них никто в принципе бан не получил, и это радует. Исходя из истории в сети, можно понять, что по шапке получили те, кто активировал подписку у левых продавцов, попали те, кто брал на платеру, там у остальных продавцов, у кого подписка была чуть ли не даром, и вроде как попали именно те, кто брал на 1 год и выше, а-ля там 3 года за 2 косаря. Из всей информации можно сделать вывод, что проблема касается способа, и заключается он в оформлении подписки при помощи некого буста. Тут я вас сразу успокою, тот самый буст, про который я всегда рассказывал на своем канале, он легален и официальный, как футболки Филла Спенсера по сей день. Этот способ представляет собой подчередную активацию подписок, с помощью которых идет конвертация 1 к 1. И поэтому выгоднее всего было у нас сделать так, покупаешь 12 месяцев голда, а потом сверху активируешь ультимейт на 1 месяц, и все становится ультимейтом, то есть 13 месяцев. Этим способом можно было либо продлить до 3 лет максимум, используя в начале 2-3 года голда, либо же можно активировать так каждый раз по истечению срока подписки. И еще раз вам говорю, что это официальная тема конвертации, за которую по шапке вам не должны дать никогда, потому что это просто правило Microsoft. Что касаемо тех, кто торгует, то там конвертация была при помощи пробников Xbox Game Pass для ПК. Поэтому если у вас отобрали игры, подписка отменена, и у вас на профиль, на котором есть подписка, такая вот тема, то не удивляйтесь. Это был какой-то временный халявный способ, который, видимо, майки решили немного подзатянуть, и на самом деле это очень странно, поскольку этот способ был в прошлом году на некоторое время. Просто если бы это был какой-то реальный баг, да, там, я не знаю, кличи и тому подобное, то его бы обнаружили, мне кажется, намного быстрее, а тут как бы уже прошло более чем полгода. Просто если брать абсолютно всех, кто торгует подписками, то у некоторых с этим было все нормально. Вот у меня, к примеру, брат Снупи активировал подписку на год, брал через X Games, и у него все нормально. И что касаемо получения, то там конвертация была, видимо, через Electronic Arts. И поэтому он по шапке не получил, у него все работает, и с такими случаями подписку не отбирают, ибо вся эта тема делается чисто через Store. Кстати, забавно было наблюдать, что те, кто лишился подписки, сразу моментально, я бы сказал, переобулись по поводу Microsoft. Что типа, вот они не топ, их подписка за официальный ценник а-ля 8-12 тысяч им нафиг не сдалась. За этим, знаете, смешно наблюдать, поскольку всплывается то, о чем я говорил. Уберите халяву у Xbox, а именно какие-то более дешевые способы приобретения. И, к сожалению, многие Xbox уже любить перестанут. И реально многие ребята сказали, что, мол, нафиг он тогда им нужен, я лучше там пересяду на ПК и буду пиратить. Вот в целом пример того, что происходит. Есть люди, которые по-настоящему ценят Xbox как консоль, как создатели крупных франшиз. А есть те, кто взяли консоль тупо из-за доступности. И знаете, кто бы надо Нуреевым не угорал, что он там фанатик какой-то, он действительно выбрал то, что ему нравится и за это ему просто респект. Вообще считаю, что бомбить даже тогда, когда у вас отобрали эту подписку, не совсем корректно. Поскольку вы же, если по факту, все равно обошли систему, ну, соответственно, сэкономили при помощи левых путей и, соответственно, были просто пойманы. И на самом-то деле, вся эта ситуация, она еще имеет благоприятный исход, ибо если бы майки начали бы раздавать баны на аккаунты, ну, а после на консоли, то вот это было бы вообще жесткач. Ну, а поскольку вас отобрали всего лишь подписку, которую вы получили, скорее всего, практически даром, то я бы вам советовал бы просто не переживать, ибо вы, если и потеряли деньги, то менее чем даже 3000. И это все при условии, что этой подпиской вы, скорее всего, пользовались не менее полугода. Поэтому, скорее всего, морально вы уже ее отбили. Но, знаете, я всегда говорил, что подписка на год, даже за 12 тысяч, это на самом деле не так дорого. Во-первых, вы за эту стоимость платите за онлайн, но, во-вторых, если эту покупку рассмотреть именно на покупку на 12 месяцев, то получится, что у вас все игры, которые находятся в подписке и тем самым онлайн, обходятся лишь в 1 косарь в месяц. Что, в целом, опять же, не так дорого. Но народ, которому капец, как, видимо, понравились анонсированные инди на прессе, думаю, что капец, как поменять свое видение этой подписки, если их все-таки призовут брать ее за стандартный ценник. Ибо у нас народ привык все брать даром. Так скажем, никакого платно народ требует бесплатно. Чет всегда рот этой фразы. Что делать тем, у кого подписку отобрали? На самом деле, тут решений немного, и самое основное заключается в обращении в поддержку. Если что, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Дело в том, что подписку вернуть вполне реально, и вроде как кому-то это удавалось сделать, поскольку проблема имеет сейчас массовый характер, и, видимо, техподдержка, ну, тупо забита. И тут я еще раз вас призываю не паниковать и не особо вообще винить продавцов, поскольку это вроде как первый такой вообще случай по подпискам, и никто даже не предполагал, что лишь через какое-то время там что-то может произойти. Те, кто писали в поддержку, получили некий ответ, и если коротко, то они все-таки описывают это как баг, и ситуация, возможно, разрешится сама собой там в течение 24 часов. Единственный тут совет, это, пожалуй, уточнять на будущее, каким образом будет реализована подписка на ваш аккаунт, если вы покупаете где-то там на левой стороне. Буст, просто покупка через стор и так далее. Тем самым вы уже поймете, что, к примеру, если будет буст через халявные коды именно Xbox Game Pass на ПК, то, возможно, в будущем такая вот ситуация может повториться. Что касаемо прикрытия Аргентины вовсе, то тут я бы вообще не паниковал, поскольку майки давным-давно о ней знают, но сами ничего не делают, поскольку, мне кажется, им это все-таки как-то выгодно. Поэтому, если что, не стесняйтесь обращаться к пацанам из X Games, они уж точно проверены, ребята. Ну, а если говорить об общей ситуации, то это маячок к тому, что в любой момент может что-то измениться. И мне почему-то кажется, что, возможно, изменится как раз-таки правило конвертации, ибо оно реально выглядит каким-то халявным. Считайте, вместо там 10-12 тысяч официально можно заплатить практически половину. Также, насколько я помню, есть информация, что за конвертацией лучше пристально следить, поскольку это соотношение один к одному может поменяться, что, опять же, нам намекает на то, что это все-таки непостоянная программа. В общем, те, кто попал в эту беду, не расстраивайтесь, пишите в поддержку, ждем, так скажем, решения ситуации. Ну, а те, кто не попал, будьте внимательны при покупке подписок в следующий раз, чтобы не попасть в такую вот ситуацию. Если вдруг что-то будет известно еще по этому поводу, то я обязательно это запощу либо у себя в разделе сообщества, либо запостит Леха там в телеграм-аккаунт, в группу ВКонтакте, кстати, обязательно подписывайтесь, ссылки будут в описании. Либо же я добавлю актуальную информацию в закрепленном комментарии. На этом все, большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok